Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist. И в сегодняшнем видео я вам расскажу свои впечатления от среднего танка 6 уровня ветки Польши под названием 40ТП Хабича. Машина крайне неоднозначная и мне действительно есть что сказать. Но перед тем, как мы приступим, а во-вторых, я хотел бы обратиться к тем моим зрителям, кто мне пишет каждый раз, как какой-нибудь там человек из интернета обо мне где-то плохо сказал. Мол, Дима, смотри, что творится, тебя оскорбили здесь или тебя обосрали. Ребят, не утруждайте, пожалуйста, себя этими действиями. Я уже неоднократно говорил, что мнение людей из интернета меня мало волнует, особенно если оно неконструктивное. И если какой-то блогер там что-то позволил сказать в мой адрес, мне абсолютно насрать. Я принципиально это не смотрю, за редкими исключениями. Если вдруг человек мне знакомый что-то такое сделал или человек, скажем так, ну, чье мнение для меня представляет хоть какую-то ценность. Вот если бы, например, Сергей Вспышко что-то сказал про меня, я бы, наверное, ознакомился. А если кто-то другой, ребята, вот, не знаю, могу поклясться здоровьем своих будущих детей, мне абсолютно положить. Вот вообще, и ни малейшего желания это смотреть у меня нет. И последнее, друзья. Сейчас такое время, когда абсолютно любой блогер может буквально по щелчку пальцев натравить армию подписчиков-долбоебов, поливать говном и засирать абсолютно любой канал. Все, что для этого надо сделать, это, там, сказать примерно следующую фразу. А Арифлейм 228 в своем последнем видео сначала бейсбольной битой избил двух старух, а потом изнасиловал ребенка. И толпа дегенератов, вместо того, чтобы посмотреть последнее видео и убедиться, что там ничего такого нету, они побегут писать ему, что он моральный урод и педофил. И таких комментариев будет очень много. Поэтому, ребята, прежде чем что-то делать, вы сначала разберитесь ситуацию, а потом уже пишите. Потому что выглядите просто как конченые мудаки. На этом, наверное, с этой темой мы закончим и приступим к обсуждению танка. По большому счету, после пятого уровня, я, кстати, его тоже прошел, но решил обзор не делать. Там, ну, нечего вообще рассказывать, машина очень такая обычная. После пятого уровня я ожидал, ну, нечто подобного, то есть продолжение каких-то таких идей. И все-таки ожидал, что это будет действительно средний танк. Хотя ветка-то тяжей. Но, как это часто бывает, низкие уровни, они средние там, да. Первый уровень вообще, ЛТ, это, в принципе, нормальная ситуация. И тут меня, скажем так, ждало первое разочарование. Несмотря на то, что танк имеет иконку среднего, он им не является вообще. От слова совсем. Это касается и его геймплея, и его динамики, и его вооружения. То есть, это тяж. Самый настоящий тяж шестого уровня с классическими для тяжа характеристиками. И я не знаю, зачем было, еще раз говорю, делать его средним. Ну, кто-то скажет, может быть, в реале так было, да. Ну, у нас разработчики зачастую позволяют себе какие-то вещи менять, такие непринципиальные, да. И здесь, ну, это просто выглядит странным. Если тот же суперпершинг, являясь тяжем по факту, но он все-таки средний, потому что мы с вами понимаем, да. Это, ну, першинг, на который там навесили брони, там, да, с разрушенных, там, убитых пантер. Это все понятно. Но здесь, как бы, почему он средний, ну, реально, вопросов очень много. Динамика у машины такая, что ездить на фланг СТ я вам настоятельно не рекомендую. То есть, вы едете примерно 30 км в час в среднем, вот. Иногда можете разогнаться до, там, не знаю, 35, может быть, если очень сильно повезет. Несмотря на то, что максималка 50, ну, достичь ее можно только с очень большой горки. Потому что 11 лошадей на тонну, ребята, и этим все сказано. Это абсолютно не СТ-шная динамика и тяговая вооруженность. Вот. Далее, значит, по танку. Броня есть у машины, но она слабенькая. То есть, корпус у нас 90 мм, лоб. Башня 130. Борта реально жидковатые. И вытанковать можно только всякую шушеру. Как правило, уровня пятого, там, ну, если повезет, и в основном уровня четвертого. Да, то есть, ну, хотя, по-моему, я к четверкам, по-моему, вообще ни разу в нем не попадал. Хотя я уже прошел его почти. Вот. Ну, по крайней мере, некоторые пятерки иногда его не пробивают. Под хорошим углом, если немножко ромбануть. Ну, сильно нельзя ромбовать, потому что в борт будут прилетать сразу же. Вот. Но немножко, если ромбануть, иногда спасает. Вот. Но сильно рассчитывать на броню я бы не стал. Вот. Машина все-таки, ну, не совсем про это. Потому что типа СТ, видимо. Хотя, еще раз говорю, СТ здесь даже и не пахнет. По орудию здесь действительно, ребят, все неплохо. И придираться особо не к чему. Ну, разве что к точности, может быть. Но это шестой уровень, они редко бывают прямо сильно точными. Топовое орудие хорошее. То есть, пробитие 156. Это для шестого уровня нормально. Альфа 240. Опять-таки, вполне себе ничего. Неплохая, кстати, скорострельность. То есть, 7 выстрелов в минуту. Ну, как для шестого уровня, естественно. Точность, конечно, 0.4 немножко печалит. Но, в принципе, более-менее. Свидуха 2.7. Ну, опять-таки, говорю, для шестого уровня такой альфы... Так, терпимо. Вот. И, в целом, как бы, стреляет машина неплохо. Вот. Это касается и пробития. Забыл сказать, голдое пробитие вообще 200, почти 198. И проблем нету. То есть, можно восьмое уровне даже в лоб иногда пробивать. И, в целом, как бы, если на этой машине держаться где-то сзади... Забыл сказать, что УВН и минус 8. То есть, такие, ну, среднестатистические, да, неплохие, нехорошие. Если держаться на нем сзади, не лезть никуда, можно играть как тяж второй линии. То есть, да, который старается сам не подставляться, настреливать из-за спин союзников. Вот. Это можно делать, потому что пробитие альфа хорошее. И даже иногда что-то вытанковать можно. Кроме того, вас в лоб, например, не ваншотнет какой-нибудь КВ-2 или ОИ, или там кто-нибудь еще. Потому что, ну, все-таки броня, как бы, уж фугас это она точно держит. И по совокупности своих характеристик, это просто очень такой средненький, мягко говоря, тяж, который почему-то имеет иконку СТ, и который не вызывает особо положительных эмоций при игре. То есть, это просто машина ни о чем. То есть, по 10-балльной шкале это 5 баллов. То есть, с него не тошнит, не хочется продать его и пройти за свободку прям дико. Вот. Но оставить у себя его в ангаре или даже, как бы, там, не играть особо тоже не тянет. Я, в основном, вообще его на Х2, на Х3 там проходил. Или на резервах. Потому что, ну, реально очень унылый телега. Вот. Если вы собрались качать метку Польши... Я, конечно, понимаю, что я с этим видео опоздал. Ну, как бы, что поделать, приболел. Я понимаю то, что некоторые пропускают вообще там до 7-го, до 8-го уровня за свободный. Но я знаю, что большинство моих зрителей все-таки не имеют возможности пропускать прямо до высоких уровней. И, как правило, 6-й это именно тот уровень, с которого начинают играть бывалые игроки. То есть, у которых есть там пара десяток тысяч свободки все-таки, чтобы там пропустить 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. Вот. Бояться особо машину не стоит. Но, еще раз говорю, хорошего что-то ожидать, наверное, тоже. Вот. Играть можно. В топ выводится, ну, так скажем, средненько. То есть, бывало и похуже. Но тут много пушек разных просто. Но нормальная из них только одна, по большому счету. Вот. Не обманывайтесь просто тому факту, что это типа СТ. Он не играбелен, как СТ. На этом на сегодня все. Спасибо вам всем за внимание. Пишите свои комментарии, как вам эта машина. Понравилась или нет. Подписывайтесь на канал. Всем до скорого, друзья. И всем пока.